Эта акция называется «Внуки дедам. Вы победили и мы победим». Она символизирует связь времен в том плане, что наши деды выиграли Вторую мировую войну фактически, Великую Отечественную войну. И сегодняшнее поколение украинцев переживает сложнейшую трагедию в своей истории. И я уверен в победе украинского народа над российско-террористическими оккупантами. Что я могу еще сказать? Победы нам скорейшие. Для меня сегодняшний день это действительно связь поколений. Наши деды, которые воевали, действительно освобождали. И они воевали, я больше чем уверен, чем больше историю узнаем, они воевали не за Сталина. Да, не за руководство, точно так же, как и мы сейчас воюем. Не за Порошенко, не за кого, не за президента, не за премьер-министра. Мы воюем за свою честь и за свою землю. За свою землю. Я не хочу вдаваться, мне не интересуют даже исторические какие-то моменты. Есть территория Украины, и на нее не должна ступать нога врага. И брат к брату с ружьем в гости не ходит. Политических сил много. Это признак того, что общество демократическое. Это важно. Но я думаю, что в обществе демократическом не должно быть места проявлению ксенофобии, нацизма и фашизма. И этот день, это день памяти погибших за свободу в борьбе именно против нацизма и фашизма. Мы сюда пришли для того, чтобы положить цветы, монументу славы. Это символическое место. Может быть, кто-то считает его советским. Может быть, кто-то считает его каким-то, чем-то устаревшим. Тем не менее, вот мои два деда воевали. Они прошли всю войну. Для меня этот день, это день памяти. Это скорее не день победы, а скорее день памяти. Потому что, к сожалению, после Второй мировой войны в Украине продолжал, в общем-то, быть диктат. И вот Украина стала независимой. И, к сожалению, сейчас у нас снова война. И мы пришли сюда для того, чтобы почтить память и погибших в той войне, и для того, чтобы почтить память наших друзей, моих друзей, которые погибли в этой войне. Много ребят, с которыми мы вместе ели, пили, были в АТО, и потом они погибли. То есть для меня это очень, ну, это лично. Это очень лично. Я беру цветы, я кладу монументу славы в память о тех людях, которые погибли. Сегодня не день решения каких-то вопросов политических. Сегодня просто пришли почтить память как дедам, так и внукам. Сегодня никакой политики, никаких стычек, ничего. Мы за мирное небо над нашими головами. Насколько для вас символичен этот день, вот вы человек, который видел войну? Для меня этого дня еще нет, потому что война еще и дальше продолжается. Сегодня это дедовка победа. Они прошли. Мы пришли просто с уважением почтить их праздник. Но в то же время они забываем о своих, которые погибли. Лично для меня это праздник для человека, который никогда не видел своего деда. Более того, в нашей семье более 60 лет считалось, что мой дед Трофим по матери Федоров погиб под Ржевом. Я потратил 5 лет своей жизни для того, чтобы найти его могилу. И оказалось, что на самом деле после мясорубки под Ржевом его раненого перекинули под Витебск. И он погиб в белорусских болотах уже в 43-м году. То есть я свой долг перед дедом выполнил, я нашел его могилу. Поэтому я считаю, что в этот праздник никто не имеет права плясать на костях. Никто не имеет права его монополизировать. Мы просто должны молиться и поминать память погибших, убиенных миллионов людей, которые были перемолоты в колоссальной кровавой мясорубке двух тоталитарных систем. А то, что происходит сейчас, когда некоторые политические силы, не будем называть их вслух, пытаются сказать, что это их праздник, или они хотят сказать, что только их прочтение победы правильное. Но это не более, чем политическая спекуляция. Я сын фронтовика, и для меня этот праздник святой. Я хочу почтить память наших героев, которые завоевали эту свободу. 70 лет прошло. Нам стыдно просто, что сейчас, то, что происходит сейчас на Донбассе, но они нас поняли бы, если бы были живы. Мы тоже вынуждены защищать свою страну, и мы сделаем все для того, чтобы Украина была независимой и процветающей страной. Мы знаем, что...